Глава восемнадцатая книги Иисуса Навина Все общество сынов Израилевых собралось в селом, и поставили там скинью собрание, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, — Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, вставши, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделит ее на семь уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на семь уделов, и представьте мне сюда, я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гаджи, Рувим и половина колена Монассии получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание, пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господнем в селоме. Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на семь уделов, в книге, и пришли к Иисусу в стан, в селом. Иисус бросил им жребий в селоме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел к колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел этот подли Иерихона с севера и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел Катаров-Адару к горе, который на южной стороне Беф-Орона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ороном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Ярима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кириаф-Ярима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтуаха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сынов Яномова, на долине Рифаимов, к северу, и нисходит долиной Янома к южной стороне Иевуса и идет к Эн-Рогелу. Потом поворачивает от севера и идет к Хен-Шемешу, и идет к Гелиллофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Багана сына Рувимова. Потом проходит близь равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел под Лебеф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города, колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии, Иерихон, Беф-Хогла и Емек-Кецыц. И потом дальше, двадцать второго по двадцать восьмой стихи, перечисляются города, и кончается эта глава такими словами. Четырнадцать городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Продолжение следует...